Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Митя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Взяли мы и отправились на Дальний Восток, чтобы здесь взять гектар и начать свой бизнес здесь. Попробовать сделать гектар прибыльным. Я уже два дня в городе Хабаровск и жду Бориса. Боря наконец-то прилетел. Русские христианские пионеры средней полосы России прибыли осваивать Дикий Восток. Путешествие. Дикий Восток. Дикий Востонг. Мне кажется, это разделение сейчас очень хорошо. Я был в Комсомольске-на-Амуре. Там производят самолеты сухой. Хуже этого места я в жизни ничего не видел. Это просто голые стены и самые вообще безнадега ужасные, которые есть. Нет, про Комсомольск на Амуре знают все. Ты бывал, многие бывали, а уж читали, слышали, видели все. Биробиджан – это то место, куда нам надо отправиться. Потому что про него никто не знает, никто не слышал. Я пошел туда. Пускай жарко. Подожди. Слушай, сурья. Давай, подожди. Я предлагаю кинуть монетку. Решка – это Комсомольск, а Орел – это Биробиджан. Шалом! Я чувствую какого-то еврейского дьявола в этом вопросе. Едем. Биробиджан наш. Блядь, что это? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно у вас кофе купить? А какое у вас блюдо на местности считается таким? Пельмень Биробиджан? Ну да, как он называется, пельмень. Давайте попробуем Биробиджан. Ну да, да. Давайте попробуем пельмень Биробиджан тоже. Как хотелось бы построить новый рай. Прям вот. Эдем. Да. Ну, в принципе, неплохо. А я пельмень не ел, слышала? Несколько лет, наверное. Ладно. Ладно. От них толстеет. Мы с вами смеемся вначале. Это взятие. Давайте, милая-то сила. Это наша коронная штучка. Мы приехали на Дальний Восток для того, чтобы найти самое страшное, самое недоразвитое, самое трудное место, где можно взять гектар бесплатного государства и решили сделать его прибыльным. Еще мы поговорили с местными жителями, и те нам тут же заявили, зачем ехать куда-то далеко, если всего в 150-200 километрах от Хабаровска находится место, на котором мы сейчас стоим. Эта земля называется Еврейская автономная область. Она на последнем месте во всех рейтингах экономического и прочего развития всех регионов страны. И поэтому здесь мы и решили взять наш гектар и построить наш бизнес в самом сложном, самом бедном месте страны. Еврейская автономная область позади столица Биробиджан. Мы решили начать с изучения еврейской автономной области, с изучения феномена еврейства. И, собственно, для того, чтобы понять, где изучают еврейство, и для того, чтобы мы сами могли изучить немного еврейства, мы пришли в еврейский культурный центр, который называется Фрейд. Держим они уже. На последнюю культурой, где мы стараемся идти, скажем так, в ногу с событиями. К нам приходят дети, которые у нас занимаются еврейской традицией, ИЗО, еврейским языком Идыш. Идыш? То есть на Еврейской автономной области? Нет. Идет в мире единственный такой, единственный островок Идиша. Больше ее нет нигде другого официального. 28 апреля 28 года день приезда первых переселенцев на эту территорию. Да. Мы немножечко другие, у нас очень сильная ассимиляция, потому что уже очень много межнациональных браков. И мы, ну, получились мы немножечко другие евреи. Но вместе с тем мы евреи, но помним свои корни, потому что вот у меня бабушка тоже была из Житомира. Гильбурт, ее девичья фамилия была. Наша была Эйдельман. Вот, дед с большой семьей. У тебя тоже бабушка, между прочим, примерно тех мест, наверное, это город Мельджибыш, между Хмельницким и Мельцей. А, ну, да. Ну, это... Убравиться, убравиться. У меня тоже девичья фамилия Фишма. Убравиться. Вот. Ты же знаешь, да, что меня очень интересуют всякие территории, далекие от центральной полосы. И вот еврейская автономная область, на самом деле, меня заинтересовала давно еще до лавки, до того, как мы придумали там большую землю, которая развивает территорию. Я работал заместителем главного редактора в журнале Rolling Stone. И где-то в 2006, наверное, году, то есть уже вообще учили, 11 лет назад, я отправил сюда, как, значит, редактор нашего сотрудника Павла Гриншпуна и Псоя Короленко. Они, значит, поехали сюда на поиски евреев. У нас даже... Нашли? Да, они, ну, нашли, вот где-то здесь они их и нашли, как раз, куда мы идем сейчас. Вот, у нас даже на обложке было написано, что редактор Rolling Stone и Псоя Короленко отправились в еврейскую автономную область на поиски евреев. Райва говорит, самое совершенное существо на небе. Я могу быть равен ему по совершенству? Нет, конечно, я только человек. Это только знак. Знак того, что я человек. И ничего волен. Поэтому вы и одели гиппу. Мы понимаем, что для того, чтобы взять гектар еврейской автономной области, нужно сначала понять, что такое еврейство здесь, чтобы понимать культурную основу этой земли, которую мы хотим развивать. Очередной изумающий человек. Абсолютно. Именно так и есть. А как так пришла в голову вот эта идея, что сюда вернуться? У меня вот эта наивная мечта почему-то переделать то, что нету, дать возможность. Абсолютно та же самая мечта, что и у нас. Ведь это уникальная земля, потому что она имеет официальный еврейский статус. Сто процентов. И едешь здесь, нигде не имеет так статуса, а здесь имеют. Здесь имеют. Здесь нет антисемитизма. Мирное отношение между конфессиями. Мы прям очень хорошо дружим. Мы постоянно видимся на разных съездах, на разных совещаниях. Смотрите, религии разные. Народы разные, культуры разные. А принцип самоконтроля всегда. Ты должен оставаться человеком во всех смыслах этого слова. Сколько у вас сейчас здесь религиозных евреев? Немного. Вот смотрите, религиозных это Кирка и Киан. Буквально пару человек. Я и жена. Те, кто соблюдает какие-то традиции, то не все, что много. Но человек может быть 20 точно еще есть. 20 всего? Всего. Почему вы были на этой территории? Смысл найти свободный участок земли, где бы не было никаких проблем с местным населением. И местные жители, и казаки, и не казаки, и корейцы, и китайцы здесь жили. Кого только здесь не было. Они не против были, чтобы сюда приехало огромное количество людей. Почему? Свободная земля. А в селах маленьких там есть еще верующие евреи? Нет. Вообще не осталось? То есть и стариков нету? Нет. Я вчера вот в Волгейме был. Там еврей вышел в казачьей форме. Говорящий на еврите. Вот это евреи. Да ладно. Понимаете? Вот это еврейская основная новость. Мне надо бы снять. Да. Казак-еврей. А он откуда? Круто. Он из Волгейма. А он откуда еврей знает? Жил в Израиле. И вернулся? Да. И стал казаков? И стал казаков, да. А как зовут? Я не помню. Ты был. Я не помню. Земля парадоксов. Ну ладно, поедем поищем. Открыто 14 сентября. Знак дружбы между городом Биробиджаном и городом Фиганом. Провинции Кэйлунзян. Кэмэя. Может быть не опоздали. Вон смотри. Здравствуйте. А вы свое продаете или вы... Не выращиваете. А, сами, то есть вы сами фермеры? Мы фермеры без фермеров. Да, а как так? А так вот. Сейчас были фермеры, сейчас переоформивались... КФХ. КФХ, да. Кмельсянская ЛПХ. Личная подсобка. А, то есть вы упразднились в КФХ, что ли? Мы упразднились, да. А почему? Налоги не та, что ли? У нас маленькое хозяйство. В принципе, вообще возможно что-то вырастить. Так вот, самая плодородная земля на Дальнем Востоке именно здесь. Вырастить можно. Продать невозможно. А почему? Не покупают? Мало населения. Мы хотим взять гектар. Мы хотим взять гектар, который бесплатно дает государство. Ну вот, а мы его... И сделать его прибыльным. Нет, мы хотели тоже взять гектар на дом, ну, в крае деревни. И там колхоз, когда-то, и хотели взять этот гектар. А они, 30 километров, зона закрытая. И все, нам не дали ее. Дали, говорят, берафель. А теперь берафель поедут, я живу, допустим, в Идея, ну, в Желтом Яре. Так, все, ребята, в общем, до свидания. Спасибо. До свидания. Тоже надо нам работать. Ладно, спасибо. Это одна из причин того, что в России нету очень серьезных достижений и развития. Потому что в людях погиб дух авантюризма. Даже не авантюризма, а просто профессионарность такая. Абсолютно, да, да, да. Вот, как ни странно, в китайцах он здесь есть, а в русских нет. Ну, или в тех россиянах, которые здесь живут. Или здесь живут, вообще везде. Потому что люди, ну, вот мы встретили фермера, который говорит, нам, типа, делать ничего не надо, нам сложно. Гектар дают, но в 30 километрах от дома. Я его брать не буду. Я думаю, блин, в 30 километрах от дома, а мы с тобой в 6000 километрах от дома. И собираемся этот гектар взять. А он его в 30 километрах от дома взять и хочет. А кто вы супермарк? Думаешь, действительно зеленый? Другой город, и вроде бы в нем видна жизнь, и он вроде бы просто маленький город. Смотри, здесь никого нет. Воскресенье вечер, казалось бы, это главная улица города, или одна из пупнейших улиц города. Есть несколько кафе, которые работают, действительно. Там нет места. И там нет места. Здесь должны прогуливаться люди с семьями. Здесь должны быть открыты кафе. Здесь святой ничего нет. Здесь был брошен первый якорь, юрейский. Какой он тяжелый. Все можем, когда делаем вместе. Вот что символизирует этот якорь. Один не поднимешь гектар. Вдвоем можно. Да. Шалом алейхам. Ну вот мы и посмотрели, что такое город Биробиджан, который издалека, по незнанию, казался нам какой-то выжженной пустыней. Казался вполне себе милым, опрятным городом, в котором есть и гостиницы, и рестораны, и магазины, и кинотеатры, и улицы, проспекты. Город довольно чистый. Новые дома. И улица Шалом алейхама. Здесь мало людей. Здесь довольно тихо по вечерам. Вообще мы попытались сегодня зайти в несколько кафе, и там не было мест. На удивление. Не смогли позавтракать, а вчера не смогли поужинать. Потому что нас просто не посадили, все забито. Да, это просто удивительно. Конечно, если такая нехватка в предприятиях общественного питания, то это, конечно, прекрасная возможность, бизнес, ниша не занятая. Так что если вы хозяин сети кафе, вы можете открыть здесь кафе и зарабатывать много денег. Назвать, например, кафе Шалом алейхам. Или Алейхам шалом. Да. И это, конечно, очень интересно. Мы будем, собственно, дальше разбираться в том, что здесь можно делать. Какие здесь есть возможности для развития бизнеса. Какие здесь есть возможности для развития территории. Какие здесь есть вообще возможности для того, чтобы люди могли действовать и жить. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии, а мы отправляемся в поля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok